Привет, друзья! Вы на канале Energy TV, меня зовут по-прежнему Игорь, и мы продолжаем прохождение игры Prison Architect. В общем-то, несколько дней я профилонил с видосиками, так что сегодня у меня будет побольше видео. По крайней мере, две серии Prison Architect точно будет, и постараюсь две серии Dead Space 3 снять. Так, да, еще также у меня случилось небольшое ЧП, конечно, но оно сильно такое смертельное, но немножко удручает. Это у меня сломался второй монитор. Честно говоря, не знаю, что с ним, он просто не включается. Вот, ладно, это немножко усложняет процесс, потому что с ним было попроще, ну ладно, без него тоже как-нибудь проживем, раньше жили. Хорошо, сейчас разберусь с делами, что здесь мне нужно сделать, и мы продолжим. Так, ну что, я немножко посмотрел, нам нужно сейчас здесь мы доделаем водопровод, потом здесь доделаем водопровод, так как у нас в предыдущей серии был пожар, не сказал бы, что прямо гиперсерьезный, но ничего хорошего из этого тоже не было. Мы его, в принципе, вовремя потушили, конечно, но все равно я решил обезопасить тюрьму и поставить таким образом. Так, сейчас, секундочку. Давайте пол поменяем здесь на всякий случай, потому что у нас здесь пол теперь испорченный, да, я так понимаю. Все, ага. Плитку поставим там, где обгорело, чтобы не было следов. Также спасибо игроку мистера Джекорн и игроку, ой, игроку, ну, зрителю, точнее. Ну и, конечно, без сомнения, игрокам за полезные советы. Да, у меня небольшая аудитория на данный момент, но мне приятно то, что люди постоянно что-то пишут, какие-то хорошие отзывы, комментарии. Это, естественно, меня сподвергает, сподвигает, сподвергает, блин, к дальнейшему стремлению и росту, улучшению своего контента. Так, в общем-то, советы от Retro70. Был то, что у меня было мало поваров. Да, кстати, я предыдущий серии не заметил, а теперь у меня их четыре. Так что теперь у меня будет то, что у меня не хватает заключенных, не то, что эти столы вовремя, в общем, как он говорит, не успевают заполняться. Вот, ну да, когда, кстати, сам записываешь и разговариваешь, бывает, в процессе разговора это все не замечаешь, поэтому нужно за столами следить, потому что на кухне у меня, в общем-то, вроде как тоже еды было немного приготовлено. Соответственно, заключенные не успевают насыщаться, потому что нету еды на столе раздаточной, поэтому раздаточный стол, он, по сути, мне не нужен, у меня этих двоих хватает, а вот поваров нужно побольше. Так, дальше, мы сейчас достроим оружейную, наймем новых охранников. Также мне подсказал мистер Джи-Корн, что нужно снайперы очень полезные, это, кстати, сейчас, если кто-то не знает, вот снайперы, ну да, которые я в прошлый раз прочитал, вот, мол, типа, они, конечно, дорогие, но они очень себя окупают, потому что они очень быстро успокаивают заключенных, которые пытаются сбежать. У нас я пока в этой части, я не помню, чтобы кто-то пытался сбежать, в основном пока только бунты устраивают, но если что, тоже буду иметь это в виду. Так что, ребята, спасибо за хорошие советы, я очень это ценю. Сегодня у нас задача, в общем, нам нужно достроить этот блок, порешать здесь проблемки, какие у нас тут списки дел, да, и посмотрим, что еще по мере возникновения проблем. Ну, сейчас мы достроим сначала комнату оружейника, оружейную комнату, а там уже дальше посмотрим. Так, поехали, давайте стеночку тут поставим. Я надеюсь, сзади не слыхать, как у меня работает вентилятор, потому что становится довольно-таки душновато, и поэтому без вентилятора начинается сидеть уже как-то не так комфортно, как раньше. Поэтому включил вентилятор, но я поставил на слабую мощность, надеюсь, вам его не слышно, и он сильно мешать не будет. Так, хорошо, поехали. Пока больше никаких бунтов у меня нет. Да, кстати, еще также познакомился с дополнением к этой игре, или, ну, как дополнением, а возможностями данной игры. Это попытка побега из тюрьмы, вот. Я обязательно ее, естественно, тоже попробую, это просто само собой, придет время, мы и в нее поиграем. Так что, я, в принципе, ознакомился с данной игрой, и мне, в принципе, понравилось. Так, почему у меня здесь двери нет? Так что, этот режим тоже от меня никуда не денется, он обязательно будет. Но сначала мы построим тюрьму, первую нашу тюрьму. Собственно, наверное, потом я из своей тюрьмы попробую сбежать. Потом, может быть, буду также какие-то через группу ВКонтакте, может быть, сохраненки брать людей, и... Ой, что-то у меня плитка-то не такая, е-мое. Так, ну давайте только поменяем, может, везде плитку, что ли? Улучшим нашу. А на сколько будет стоить эта вся планта? Блин, что-то дорого, слушай, не-не-не. Что-то как-то дорого. Так, бетонный пол, это... Помню, немножко не тон. Так. Брусчатка не в том, бетонный пол. Я просто не вижу ту плитку, которая как бы у меня здесь лежит. Не понимаю, у меня вообще есть у меня или нет. Посмотрим, что там положит. Какая она будет по цвету? Не, ну это тоже не алёга, что? Что это за говно такое? Ну давай, давай ты так, что ли. Это просто бетонный пол. Ну это вот здесь какой-то, вот тут лежит, да? Сколько он стоит? Тоже 10. Да, неплохо, у тебя все, по-моему, по 10, да, стоят? Так. Гравий. Трава. Не, ну это, конечно... Мозаичный пол, может, вот это вот. Давай посмотрим. Так, ну-ка. Не, ну... Что за... Что за фигня, блин? Это некрасиво. Керамическая плитка. Ну ладно. Не соль, ладно, фиг с ним. Пусть будет такой пол. Коль такой... Потом, может быть, переделаю, когда финансы появятся. Везде такой пол постелю. Либо еще какой-нибудь постелю. Пока не знаю. Так что вот такие пироги. Ну что, нам надо снова ждать денежек. Кстати, скоро у нас прибудет на 16 тысяч. Через 18 часов. Это гуд. Так, потом у нас, в принципе, есть места вроде в свободной камере, если я не ошибаюсь. Поэтому можно принять новых заключенных. Правильно? Прибытие. А, ну у нас, по сути, 15 приедут. Нормально. 7 тысяч мы тоже получим. И мы сможем достроить оружие, нанять новых охранников. И потом уже сможем строить новый блок. Так, дальше. Что у нас еще есть по гарантам? Давайте проверим. Прибытие заключенных. Так, это есть. 15 человек. Общий режим. 12 строгий. Средний режим. Ждут освобождения. Скоро освободится один человек. Это хорошо. Кстати, здесь, получается, режимы... Так, где они? Программы, вот они изучаются. Мастерская. Получается, у нас должны быть все. У нас мастерская идет. Так, безопасность гигиена на кухне тоже есть. А, нет, подожди. У нас не идет пока что. Вот, условно-досрочно. Сейчас уже можно. Потому что у нас не было вот этой вот функции. Тюремные правила, кстати. Опять они у нас появились. Так что мы спокойно сможем их сейчас поизучать. Ну и давайте, собственно, вот эту вот включим программу. Потому что у нас ждут люди. Что такое? Начинается. А, начинается. Ну все, окей, пусть начинается. От меня еще что-нибудь требует сообщения в этой ситуации. Так, ну-ка. Провоцированный инспектор. Так, приходит инспектор по... Так, ну-ка. Эти слушания призваны определять. Имеет ли... Заключенные прям так... Ага, привод инспектор. Агрессия. Так. Ассистент, адвокат по... Начинается 4 часа. Каждому заключенному требуется... Стол для посетителей по мне. Адвокат по мне тоже так же подсказали, что адвокат... Помогает как раз в решении, когда на меня наезжает, допустим, мэр. Он помогает защищать. Интересно, чтобы меня не штрафовали, да? Так что это тоже нужно учитывать. Так же, поэтому адвоката тоже нужно... У меня адвоката, по-моему, нет. У меня тут уже просто целые баррикады по этим влёбанным батареям. Здесь, кстати, у меня с вами... У меня здесь воды нету. Возлом воды нету. Сейчас проведём всё будет. Сейчас всё будет непременно. Непременно офигенно. Сейчас проведём целую кучу батарей, правда. Труп. Просто. Целый... Целый куча труп. Ну а куда без этого? Никуда. Так, давай отсюда. Пристыкуемся. Так вот, сделаем всё. Пристыковались, всё пусть строят пока. Так, дальше что я? Ждём денег. Будем делать оружие, нанимать новых охранников. Пока вроде больше ничего нет. Ну и ждём, ждём. Денег, денег, денег. Нужны деньги, всё. Сюда нужно провести кабель. Давайте, кстати, пока у меня ещё есть немножко денег. Я проведу сюда кабеля. В оружейку. Так. Всё. Тут у нас трубы кладут. Всё, теперь у нас кухня обезопасена. Обезопасена. Так, кстати, теперь у нас тут пожары, я думаю, не страшны. По крайней мере, какое-то время у нас тут будут работать эти разбрызгиватели. Здесь почему-то ещё трубы не доложили. Так, смотри, заключённые-то работают, да? Отлично. В смысле, они здесь почему-то стоят, но не работают. Или они типа работают. Так, что у нас по этой... Сделать 30 знаков. Пока не выполнено ни одного процента. В связи с чем это связано, я пока не знаю. Чё там, опять кипиш какой-то, что ли? Где-где-где? Где-то кто-то кипишует. Где-то кто-то кипишует. А, вон она. Всё, успокоили нормально. Чё ты? В карцере давно не был? Ну так добро пожаловать, дорогой. Ты там посидишь, у меня суточки. Спокойно отдохни, подумай о своём поведении. Что ты что-то делаешь неправильно в этой жизни. При этом ты попал в тюрьму, и ты продолжаешь делать что-то неправильно в этой жизни. То бишь ты чмо, и чмом останешься. Убийство, 25 лет. Так, нарушение общественного порядка с применением насилия, 4 года. Да ты, товарищ у нас, полностью рецидивист, убийца, да ещё и беспорядки устраиваешь. Ну ты вообще, ну ты, конечно, не алё. Так, всё, здесь у нас беседуют. Чё, опять что ли? Ох, толпа-то, смотри, охранников налетела. Ох, сейчас пацаны, вам будет больно-то как. Так, тоже давай в карцер, блин. У меня к таким разговор короткий, всё. Мне надоели они с их поведением. Так, здесь чё? Я не знаю, чё тебе, кстати, слайды дают вообще? Здесь чё-то буро гозят опять. Тоже в карцер, нахер, надо 4 часа, блин. Вместо, блин, с семьей повидаться, ты у меня будешь сидеть в карцере. Мудозвон, блин. Так, хорошо, ладно, здесь давайте поставим ещё трубу. Трубы, 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 трубы. Нас здесь тоже нужно поставить. Кстати, я не знаю, здесь вообще можно ли ставить, чтобы водой тушили. Вообще, получается, для генератора вода это смерть. Как бы так-то. Чё-то, слушай, чё они разбуро гозили жёстко-то, а? Чё-то им не нравится. Ну-ка, подожди, чё у меня там? Так. Нужды. Заниматься, чё им делать нечего? А, им холодно, наверное. Им где-то холодно. Так, а правильно, у меня в столовой батареи-то нету, да? У меня же батареи-то в столовой сгорели, по-любому. Так, погоди-ка. Так, погоди-ка, погоди. Одна есть, а у меня было две. А, вот вторая у меня тоже есть. К ним проведена вода, да? Ну, всё. В чём тогда, собственно, проблема? Ну-ка. 20 градусов здесь. Всё. На кухне 19. Всё должно быть нормально. Чё вы там вообще недовольны чем-то? Я не понял. Ладнушки. Хорошо. Дайте мне уж доделать моё дело. Так, это-то надо выпустить. Стоят бедолаги. Чё-то не работает. Так, подожди, ладно, свет. А свет, свет. Блин, да что это? А почему эти ворота не открываются? Я не понимаю. Там заключаются эти. Фу, работники выйти не могут. Господа. Ой. А, чё тут? А, типа забор? И чё, из-за забора работа недоступна? А-а-а. Ага. Сейчас, подожди. Так, ладно, давай по-другому так и сделаем. Давай тогда по-другому. Так, вот что можно сделать? А тут-то он кабель... А-а-а, я понял. Я понял, в чём косяк. Он здесь кабель-то никак не проложит, потому что там у меня замкнутое пространство. Точно. Точно, точно, точно. Вот они там и не строят ни хрена. Тогда надо сделать по-другому. Немножко по-другому пути пойдём. Наверх. Сюда. И сюда. Хе-хе-хе. Получается вот так вот, да? Всё, что построено, ладно, будет построено. Уровень опасности очень высокий, да? Продолжается у нас бутарство. Так, хорошо. Чё у нас с питанием? А, у нас пока идёт работа. Ну, напряжение прямо ух-ух-ух какое высокое, да? У нас твоими-то охранников-то поколотили-то неслабо. Так, ты у нас тоже, смотри, на это... На бедокурил-то, а? Давай тоже пойдёшь на 4 часа потом. Так, хорошо. Чё у нас там? Чё-то они у меня почему-то не делают номерные знаки, нихрена. Я где-то чё-то, может быть, не включил какой-то дополнительный, там, не знаю, программу, не знаю. Так, у меня один гарант выполнен, отлично. А какой у меня был гарант? Херово прослышу, не помню. Я не помню, ладно, фиг с ним. Так, тюремный блок, увеличить вместимость тюрьмы до 100. Так, здесь чё у нас? Ждите деньги. А это через сколько они придут? Вклад 5000, бонус 60. Ну, блин, ну, если честно, мне пока не надо. Так, разоружение. Изъять инструменты, изъять. Давай тут и возьмём, почему нет? Мы просто сейчас так вот сделаем. Чпоньк. Ребятки, обыск. Извините, но вы себя очень последнее время плохо вели. Не все, конечно, я понимаю, но многие. Может быть, что, найдём и выполним гарант. Так, ну чё, там свет пророжили? Так. Почему? Почему нельзя открыть свет? Подожди, почему... А, вот. Выбросить. О, наконец-то пришёл охранник. Вот этот светильник уберите нахер, он примешает мне дверью управлять. Всё, отлично. О, с вами, блин, вроде стоят эти штуки везде металлоискатель. Ну, никак не везде, конечно, но... Так, также мне нужно поставить металлоискатель вот сюда, вот, обязательно. Просто по-любому. Здесь очень много тоже приносится всякого добра. Так, хорошо, ладно, давайте здесь оружейку уже назначать, потому что я что-то... Блин, кстати, у меня теперь таймера-то нет, я теперь не знаю, сколько я снимаю. Я раньше смотрел на втором мониторе таймер. Так, кстати, беду тоже надо разбираться. Это-то у меня теперь беда. Оружейка, оружейка, так. Буду поглядывать тогда, ладно. Надо бы перезасекать хотя бы на телефоне. Это как-то, да. Плохо, что у меня на телефоне секунды мира нет? Давай. Стойка для оружия, так, шкафчик охранника, давайте шкафчик охранника поставим. Ну, пока вот столько поставлю. Все. Дальше мне нужно, получается, стойка для оружия, стол. Правильно, да? Стол же нужен. Не знаю, зачем, правда, там стул нужен, но зачем-то нужен. Наверное, там оружие, там, че-че-че-че-че-че, разбирать, чистить, там, хер его знает. Не знаю, скорее всего, да. Так, давай стойку для оружия. Две пока поставлю. Все. И наймем парочку вооруженных охранников, да? Пришло время сурового порядка. Подожди, пока нельзя, нет свободных вакансий. А, ну меня еще просто не поставили, ни шкафчики, нет, я понял. Так, и надо сюда назначить обычного охранника. Ну-ка. Ну-ка, стопать жамбо, тут один будет у меня охранник. Стой, куда пошел? Блюди за порядком, куда ты пошел? Открой. Иди отсюда. Ладно, открой пока. Хера тут, че происходит вообще? Массовая драка, что ли? Смотри, охранников опять у меня, блин, покалеченных отвели. И, блин, опять. Так, а сколько этих, кстати, стоит вооруженные? Они, по-моему, дорогие, да, кстати? Полторы тысячи, ух! Ладно, я пока повременю их покупать. Раненок. У меня уже карцер просто трещит по швам. Тут скоро садить вообще никуда будет. Без сознания. Тоже в карцер давай на 6 часов. Тебе тоже в карцер на 6. У меня, по-моему, карцер сейчас треснет просто. Тебе тоже в карцер на 6 часов. Ладно. Так, хорошо. Так. Че, у нас там гарант выполнен? Нет? Так. Необходимого условия не менее 40 заключенных у меня вполне достаточно. Изъять все украденные инструменты, изъять все украденное оружие. Ну, я думаю, мы сейчас все изнимем у них. У них ничего не останется. Чего у меня там не хватает? Столько для оружия только пришла у нас. Установлено. Все. Все, все хорошо. Так, все. Это они типа броник, что ли, на самом деле? А, так они... Ух, нифига. А, так реально, они и простые охранники улучшаются. Вот этого я не знал, господа, кстати. Серьезно, они форму меняют. Красава. Это я реально... Прям валом, блин. Вы хоть там остайтесь хоть кто-нибудь. Чего вы свои посты побросали? А, так я только думаю, что такого для вооруженных охранников. А, походу, нифига. Круто. Хорошо. Все, пацаны, вам тут вообще хана. Вот тут вообще ничего не начать. Ворочи дать не можете. Ворогозить бесполезно. Потом еще поставлю вооруженных. Но просто пока одного не буду нанимать. Ой, у меня убытки. Это, наверное, то, что они сюда приходили. Потому что здесь счет был. Убыточки. Так, давай, обычно поставим. Что-то я в минуса играю. Давай, это плохо. В смысле, не минуса. В смысле, у меня тут прибыль 2000 просто сыграл в минус. Это, видать, пока эти переодевались за деньги, может быть. Или что, потому что там постоянно слышали. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Я просто не смотрел на счетчик. Ну, походу, да. Ладно, пока особо жду денег. Больше пока делать нечего. Я вроде так посмотрел, порешал. Так, посмотрим. Жду бабосиков. И мы продолжим. Из-за одной проверю сейчас время, сколько у меня там еще осталось. В общем, я решил всех бунталей, потому что не запихаешь в карцер. Решил, что карцер у меня так переполнен. Поэтому я буду пихать людей в камеры на 24 часа. Пусть там сидят. Так, вот это что-то у меня тоже рыпается с нами. Но им они сжалуются, им холодно, походу, да? Что я ему на улице отопление, что ли, должен сделать? Так, ну-ка. Что у них там сейчас? Что у них там? Ну да, они замерзают, походу. Холодно, что ли, на улице. Ну-ка. Ну да, минус 5. Так, а как мне что сделать с одеждой? У них, кстати, у них просто зашкаливает. Уровень высокий. Ну, на улице, если я батареи поставлю, они же теплее не будут, правильно? Ну, по теории я, конечно, могу посмотреть, конечно, но оно вряд ли что-то изменится. Ну, сидите в камеру, господи. Наказание на 24 часа. Наказание на 24 часа. Потом деньги будут. Я, конечно, не знаю, как можно отопить улицу. Что им, блин, делать площадку для выгула в помещении, что ли? Так-то логично, что она должна быть на улице, правильно? Или я что-то не понимаю? По-моему, я понимаю что-то. Ладно. Херстник, скоро их... Просто у меня... У меня вывод. У меня просто вывод. Нужно уменьшить нахождение во дворе. Двор у меня 3 часа. Значит, пусть будет... Вот это время под замком. За плохое поведение, мать их, за ногу. Не свободное время поставлю, а под замок, нахер. Все. Получается, слишком долго это накладно получается, что они довольно-таки долго находятся на улице, и поэтому... Ну, нафиг. Одна смерть. Кого-то умотали. Кто там умер? 8 смертей за сегодня. О-о-о. Ух, ни хера, а что они тут все подохли-то? Не, ну то, что они здесь сдохли-то, это вообще печально. Они, походу, здесь замерзли, что ли? Ну-ка, сколько там градусов? Сейчас проверим. Ноль. Не, ну то, что они здесь сдохли, это, конечно, не алло. Совсем нехорошо. Печаль вообще. Так, я не понял, почему здесь света нет. Блин, у меня же был свет, куда? Не понял. Что за... Что за говно, блин? Это уже не картер, это уже какая-то камера смерти у меня получилась, блин. Не, надо это дело исправить. Я бы здесь поставлю, все-таки, наверное, батарею хотя бы одну. Потому что, ну так тоже нельзя, чтобы они там подыхали. Это... Минус к морали называется. Так, тебя в камеру нафиг. Ладно, пока в карцер их особо не буду уводить. Потому что вот этот, что... Ну этот, скорее всего, просто запинали за то, что он будаянил. Ой, куда его в камеру? О, уже не в камеру. Так, что-то у меня какая-то херня происходит в тюрьме, на самом-то деле. Полная дичь. Заключенные мрут. Прибыль, кстати, падает. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Это плохо. Ладно. Я не понимаю, они то-би... Вот сейчас у меня тоже еще один умер. Они то ли сами как-то самоубиваются, то ли то ли от холода как-то умирают строгий режим ну-ка давай его в камеру пока он еще тоже не сдох лучше его в камеру может они от голода умирают что-то я по-моему немножко переборщил с карцерами нехорошо это, нехорошо ладно да также я заметил, что у меня здесь не могут провести кабель потому что у меня здесь все напрочь заболе кодировано тоже сейчас здесь поставил дверь для работников может они теперь сделают освещение еще опять же меня смущает то, что у меня постоянно делают рабочие они почему-то сюда постоянно уходят что они вечно туда какой-то щимят за территорию так, и постарался сейчас больше из карцера всех увожу кого успеваю из карцера в камеры потому что, ну, они и сами видите, да дохнут по-прежнему просто уже смертей, я не знаю неимоверное количество причем все происходит именно в карцере поэтому, видать, какие-то условия содержания очень жестокие что ли что они мрут там как мухи так, а почему у меня здесь вообще дверь деревянная? обычная дверь стоит беда, печаль это вообще он сидит не за закрытой дверью так в камеру его просто к мертвому посадили вот я чувствую, у него там просто мораль-то вообще поднимается после этого он верит, что он способен отсюда выйти я просто не знаю после такого, что меня посадили бы в камеру, допустим да, и я бы увидел там труп, который там лежит ну, не знаю при том, что в помещении темно я бы немножко бы охеревал бы, конечно от этого всего дела так, ладно фигня мороз хорошо, сейчас, секунду, соберусь с мыслями все, повели у меня заключенных, походу, в общие камеры ну, в обычные камеры потому что я дал распоряжение всех заключенных которые живы еще на тот момент убрать из карцера ну, потому что, ну, это реально ни о чем они мрут и этого, походу, тоже в карцер так, давайте я, наверное, здесь поставлю все-таки отопление попробую может быть, как-то станет лучше ситуация я как бы умышленно здесь отопление ставил но, походу, это была ошибка с моей стороны либо тут нужна медицинская помощь после драки то, что они истекают и умирают хотя здесь умирают так не только раненые, но и так же и здоровые поэтому, скорее всего, это вряд ли если можете что-то сказать по этому поводу буду рад услышать потому что, ну, это тоже не совсем хорошо то, что происходит так, интересно, отсюда хватит чтобы вода затекла теплая так, ладно ну, и давайте еще что-нибудь опять смертим ну, просто они здесь мрут и все мухи, мухи прям как мухи ладно ножницы нашли в общем-то, походу, я больше сегодня ничего не успел здесь сделать у меня и прибыль падает с ней ежедневная прибыль связана с тем, что у меня мрут это разорение ну, по-любому на катафалку на какое-нибудь возмещение ущерба там, все дела тогда вы уже 10 лет тогда делаете, господа блин, а здесь-то почему нет? как это все у них медленно происходит сейчас проверим 0 градусов ну, по сути, я понимаю, что, конечно попробуйте там проживи перед 0 градусов тем более у них с одеждой как-то все не очень шикарно не знаю, должна же быть какая-то другая одежда может быть, я должен сам ее как-то назначать но так, и что? походу, надо ставить новый агрегат, да? не хватает, походу, давления, напора, так сказать давай поставим вот здесь поставим, да? поставим и отсюда поведем трубу там нужен свет, он здесь есть и нужен источник воды тоже сейчас сделаем все, пожалуйста, вам водичку блин, я вместе с этими заключенными вроде они убирают а у меня самого минус морали за то, что это нехорошо потому что, ну, вообще нехорошо просто нехорошо хоть они и заключенные, конечно хоть они и мерзавцы, но мне не надо, чтобы у меня тут смертность повышалась соответственно, они и работать будут меньше хотеть, и все такое это все как бы влияет так дальше, кстати, мне где-то говорили, что вот эти вот штуки сливы их можно ставить хоть всю тюрьму всю эту всю душевую, да? и никто из них, вроде как, не сбежит я, конечно, это не знаю но давайте, наверное, поставлю во-первых, вода будет и побыстрее сливаться вроде как и это, вроде как, помогает больше употреблять душ потому что здесь вода наполняется и, вроде как, они, типа, не моются ну, я вот, как бы, не знаю правда-то или нет мне просто сказали я вот, ну, попробую, давайте поставлю больше этих сливов надеюсь, что правильно они никуда у меня не сбегут очень искренне это я надеюсь поставлю побольше мне несложно, в принципе, что все, так, да? так еще, кстати, у меня такая мысль бытует, потому что насадка для душа она, вроде, должна, наверное, все-таки быть к стене, может быть а не так вот, она, типа, раз за что там спрятаться может да это тоже влияет хер, его знает столько вопросов вроде уж играю, сколько асиронов еще до конца все не познал так сказать, все, весь дзен так, здесь у нас все нормально да, все ну и сколько у нас теперь здесь температур, подайте посмотрим все, 20 градусов у нас здесь теперь есть потом проверю будут ли тут умирать заключенные или нет ну, мне кажется, теперь не должны так, у нас новые заключенные прибывают нам нужно обязательно срочно ставить уже новую калитку, так сказать и я думаю, что скорее всего не одну мы, наверное, скорее всего в следующей серии так, я пазу нажму в следующей серии мы поставим вот эту камеру с, так сказать, повышенным комфортом и продолжим здесь поставим тоже такие простые камеры сюда вот протянем насколько нам будет возможно так и, собственно, на сегодня я думаю, все, господа получилась такая довольно-таки напряженная серия у меня очень много тут возникло проблем я, конечно, их постарался решить по мере их нарастания конечно, все не решил но думаю, что мы разберемся со всем этим ну, а всем спасибо кто смотрел надеюсь, вам понравилось так же, как и мне пишите комментарии опять же, повторю спасибо за советы всем ребятам, кто мне помогает да и просто даже на добром прословии тоже кто-то напишет какое-то доброе слово тоже всегда рад услышать прочитать тоже большое спасибо ну и всем пока подписывайтесь на канал если вы первый раз ставьте лайки если вам понравился ставите дизлайк то аргументируйте также можете подписаться в ВКонтакте и на стрим-канал которые ссылочки будут в описании всем пока Субтитры сделал DimaTorzok